Санаторий Мацестинская долина окружен дендропарковой зоной с уникальным микроклиматом. Правда, вся эта разновидность и многообразие субтропических растений здесь уже давно не пользуется популярностью. Некогда известный профилакторий заброшен. Условия проживания здесь давно перестали соответствовать нуждам гостей Олимпийской столицы. Но несмотря на отсутствие отдыхающих, санаторий Мацестинская долина в числе крупных должников сочинских теплосетей. Судя по сумме долго, горячей водой здесь пользуются часто и много. Местный комендант утверждает, что постояльцев в санатории нет. Но вот сохнущая на бельевых веревках одежда говорит об обратном. Комнаты в здании сталинской постройки снимают разнорабочие, которые с сегодняшнего дня остались без тепла и горячей воды. На неоднократные предупреждения и уведомления теплосетей юридическое лицо отреагировало лишь однажды гарантийным письмом, в итоге свои обязательства так и не выполнив. К чему это приводит? К начислению пени. Сейчас пени 1,30 с 1 декабря начисляется. И даже эта мера их не дисциплинирует. Поэтому идем на крайние меры и отключаем в очередной раз. Чтобы прекратить подачу тепла в санатории от рабочего процесса, пришлось отвлечь целую группу специалистов. Мастера, слесари, рабочие котельные. Именно в таком составе они спускаются в тепловую камеру. Для нас это, так сказать, излишняя нагрузка. Опять-таки, все это ложится на потребителя. Все эти издержки он вынужден будет оплатить. Пока он их не возместит, включать не будем. Перекрыли задвижки и поставили рассечки. В санатории отключили воды и горячили. Первое отключение происходит на пять дней. Если же руководство Мацестинской долины за пять рабочих дней не перечислит сумму долга сочинским теплосетям, частичное отключение теплоснабжения перейдет в фазу полного ограничения. А вот в санатории Светлана сегодня, напротив, сняли пломбы с задвижек. Этот юридический должник погасил долг, уложившись в пятидневный срок. В теплосетях подчеркивают, период предупреждений закончился. Из-за бездействия как юридических, так и физических лиц Сочи теплоэнерго переходят к обещанной вынужденной мере.